Ну что, мы почти вовремя. Приглашаю нашего следующего докладчика, Брэндона Блютерн. Здравствуйте, меня зовут Брэндон. Я отвечаю за звук World of Tanks на Xbox 360, Xbox One и PlayStation 4. Я из чикагского подразделения Wargaming. Я очень быстренько пройдусь, потому что у меня есть всего 20 минут и потом несколько примеров. Стив уже говорил много о том, о чем я хотел поговорить, поэтому я могу немножко сократиться здесь. У нас мнение, в общем, совпадает. Я уже лет 10 работаю в гейминдустрии. На Wargaming работаю два года. Но я последние 20 лет также занимаюсь музыкой, записываю живой звук, инженер звукозаписи. Я до перехода в Wargaming много ездил, выступал. Я еще до сих пор подшарашиваю по выходным. Мне это все очень интересует. Мне это интересно. Большое, дорогое оборудование, ты на нем работаешь. Это все для меня очень приятно. Я работаю над всеми жанрами, начиная от детских игр и программ на Николе-Одионе до Министерства обороны США. Ghost Recon 2, шутеры, Prey 2. А потом они вымерли. В чем разница между танчиками на компьютере и на консолях? Игра-то, в общем, одна и та же, но для того, чтобы лучше соответствовать интересам той или иной аудитории, нам пришлось кое-что адаптировать. Например, есть определенная разница между тем, как люди играют в игры на компьютере и на консолях. На ПК люди обычно сидят перед компьютером, они сидят за столом, то есть это рабочее место у них, стол, они там что-то делают, работают и там же играют в игры. А консольщики, они по-другому играют. Они играют на диване, в зале, у них там дети кругом бегают, там жена готовит что-то рядом в теории, потому что зачастую они ничего не слышат, потому что все жалуются, что у нас игра очень громкая. То есть есть такая определенная разница между игрой в танчике на рабочем месте и игрой в танчике на месте отдыха, где ты обычно сидишь и отдыхаешь. И это нужно учитывать, потому что разный будет подход, разная ментальность людей. Мы поменяли разные штуки в игре, используем разный движок. Определенные у нас аспекты остались те же самые, определенные активы ключевые, но многое пришлось подизменить, немножко подрихтовать. Могут игроки разговаривать друг с другом в ПК и консоли. Мы, по идее, можем кроссплей устроить, когда Windows против Xbox или PlayStation против Sony против Microsoft, но они вообще не очень хотят этим заниматься, Sony и Microsoft. Поэтому нам приходилось что-то менять, где-то баланс. Sony и Microsoft, они наши такие заказчики, и все наши изменения нужно было с ними согласовывать. Поэтому, когда вы покупаете танчики на PlayStation, вы платите Sony часть денег. То же самое с Xbox и Microsoft. Большущая разница в окружающей среде, как люди воспринимают звук на ПК и на консолях. Здесь разница огромная. ПКшники сидят перед компьютером, очень близко от монитора, зачастую в наушниках. Если без наушников, то у них рядом с ними стоят динамики. Опять же, они очень близко все находятся. Вот здесь на схемке показано, а это звук Dolby Surround 5.1. Вот у вас диван, вот здесь колонки, вот экран. Здесь все принципиально иначе. Все отличается от ПК. Фронтальный звук идет дальше. Задние каналы рядом с вами. Если у вас все правильно сконфигурировано, то вот это все так устроено. Но 50% всех наших игроков, как наша аналитика говорит, используют какой-то звук окружающей, ну, Surrounding System, типа Dolby Surround. Либо играют люди на телевизоре и используют очень хреновенькие динамики самого телевизора. То есть нужно учитывать все. Разные параметры, разные ситуации, в которые люди играют. И звук соответствующим образом конфигурировать. И потом микшировать. Нужно, чтобы все равно вся информация игровая через звук проходила, чтобы все все слышали. Некоторые технические различия. Ну, вам, возможно, будет интересно, а может быть нет. Мы сейчас используем F-MOD. И там потом еще со своими тулзами надстройками. Но вообще, ребята-разработчики F-MOD очень хорошую работу проделали. И у нас очень такие сочные звуки движения танков. Мы F-MOD используем просто потому, что это Legacy, потому что мы его раньше использовали. Хотя сейчас технологии уже далеко шагнули. И сейчас у нас есть гораздо больший потенциал, так сказать. Мы используем разные звуки на ПК и на консолях. Разные звуки для танков. Помимо таких самых ключевых, основных, знаковых звуков, мы все остальные звуки переделали. Звуки взрывов. Они наши собственные. Мы сами все сделали. Мы кое-что записывали у нас в Америке. У нас, собственно, был подход к микшингу. Мы там немного по-другому все делали. Ну, все вроде сработало. Я доволен. ВО, также система закадровых звуков, другая. Там больше информации дается, чем на ПК. Мы зачем это сделали? Потому что люди играют обычно в зале у себя, в гостиной, на диване. То есть они не так сосредоточены. У них есть какие-то звуки окружающие. Поэтому ВО звуки должны быть более четкими. По крайней мере, в том, что касается основного геймплея. Теперь некоторые аспекты о философии звука и саунд-эдитинга. Звуковые эффекты подпадают под одну из трех категорий. Либо кратковременный эффект. То есть это диагетические звуки, которые происходят в игре. Они сразу происходят. То есть это такие аутентичные звуки. Там взрывы, когда что-то разрушается. Какие-то звуки выстрелов. Там рядом снаряд пролетел. Вот эти звуки, которые говорят вам, что прямо сейчас что-то происходит. И после этого будут последствия. Хорошие, плохие последствия. Что-то сейчас происходит. В средней перспективе. Это ВО. Это здесь, вот как у собаки Павлова, когда что-то происходит, и потом вас либо награждают за это, либо наказывают. То есть либо вражескому танку дали бейджик, медальку, значок, либо вас попали, либо вы попали. То есть вы выстрелили, услышали звук, увидели, как падает гильза на землю. Все, попадание. Все получилось. Это как однорукий бандит. Бросаешь монетку, и потом дергаешь рычаг, и ждешь, что произойдет. Удалось, не удалось. Если получилось, то тебе очень приятно, у тебя там возбуждаются соответственные зоны мозга, тебе сразу становится хорошо и приятно, и ты хочешь делать это еще и еще. И долгосрочная перспектива – это музыка, фоновые, неважно, она адаптивная, она линейная, Стивен об этом говорил. Действительно, музыка может давать вам эмоциональный контекст, создавать определенные настрои эмоциональные, и музыка должна соответствовать определенной временной последовательности. Она не может просто из потолка взята, она должна развиваться, она должна адаптироваться под происходящее на экране. То есть это больше касается развития событий в долгосрочной перспективе, как это будет влиять на потом. И сейчас быстро еще несколько слов реализм и постобработка. Обычно, очень часто бывает, что реальные звуки, они не такие интересные, как... Потому что если записать, допустим, звук выстрела, будет просто хлопок. А это... вообще нам... нам не это нужно. Нам звук выстрела нужен другой, гораздо более сочный. Потому что если записать выстрел пушки, танковый, настоящий, то будет как фейерверк хлопнул. Там совершенно не будет передаваться вся мощь самого орудия. Поэтому мы несем определенную ответственность перед своими игроками. Игроки ожидают от нас, что выстрел будет звучать определенным образом. И мы должны соответствовать этим ожиданиям. Мы должны передать наше уважение ко всей мощности орудия. Мы должны передать всю вот эту резонантность звука. Звук должен быть репрезентативным. Он должен представлять события. Окей, а теперь я дам вам несколько примеров звуков рикошета. Просто простые звуки. Как прилетел... Там сначала камешек мы кидаем в металл, потом молотком ударили, потом 22 миллиметра калибром выстрелили. И потом накладываем модуляцию и смотрим, как... Что получается? Чтобы нам передать эффект того, что в металл что-то ударилось. И летит большой объект продолговатой формы на высокой скорости. То бишь наряда. То есть нам нужно передать звук рикошета. А не обязательно записать звук рикошета. Сейчас я вам включу. Поехали. Прибавлю сейчас громкости. Можете погромче сделать, пожалуйста. Это полный звук. Теперь давайте его на компоненты разберем. Сначала вот этот звук. Это первый элемент. Это 22-й калибр. Настоящее. Настоящее ружье. Вот их смикшировали. А теперь добавляем осциллятор низкой частоты, чтобы передать звук рикошета. Я еще в чем видео покажу, чтобы было наглядно. Но теперь вы хотя бы понимаете, как в концепции этот звук рождается и как танки вообще звучат. Еще один пример приведу. Между консолью и ПК. У нас есть звуки для дождя, для снега. И звук дождя сильно влияет на ваше состояние эмоциональное. Мы сначала всю карту населили звуками амбиентными дождя. Решили, что окей, пусть так будет. Но я хочу, чтобы было такое у вас ощущение, что вы едете на танке под дождем и заезжаете в ангар, и вы как домой приходите, и у вас нет там дождя. И вот сейчас включу вам звук, звук дождя по стали. Вот такой, как дождик, стучит по крыше. А теперь все в контексте покажу. Через минутку. А в конце покажу видео, как звуковые эффекты все связаны с динамическим диапазоном. Когда у вас столько всяких звуков интересных, столько всякой информации, и все это идет в уши игрока, нам нужно сделать так, чтобы он все слышал. Но нам еще нужно сделать так, чтобы звуки громкие были реально громкими. Потому что орудие не должно быть тише VoiceOver, потому что иначе не будет ничего происходить, если вы жмете на курок, на гашетку, а кто-то там разговаривает и все перекрикивает. Поэтому мы используем DSP-компрессор. Это наша компрессия динамического диапазона. Это наша собственная разработка. И все зависит от того, что происходит на карте, где это происходит, сколько событий сразу. У нас довольно низкая степень компрессии для основного выхода. Но чем громче звук становится, тем больше компрессия становится. И до нуля децибел. Ну, я знаю, что вы все понимаете, о чем я говорю. Компрессия там будет 2.1 на пороге в минус 6 децибел. Но VO, VoiceOver, вам всегда нужно слышать, потому что вы всегда должны быть в курсе, что происходит. VO зависит от баллистики, от взрывов, от выстрелов. А от них, в свою очередь, зависят все амбиентные звуки, все окружающее. Но вы все равно их будете слышать. Но когда стреляют орудия, все остальные звуки сразу затихают. И почему это происходит? Потому что если VoiceOver начинает, включается, то сразу затихает звук орудия. И здесь включается DSP-компрессор, он обеспечивает звучание нормальное и обеспечивается такой мелодический, музыкальный подход. Динамический диапазон – это вот то же самое, как если вы, допустим, делаете там хаус-музыку или хип-хоп или фанк. Когда у вас там идут барабаны внизу, басы, и они не должны забивать гитару. Каждый раз, когда барабаны басовые включаются, они на нескольких частотах начинают забумивать гитару. Вот этого не должно быть. И мы никогда не используем Make-Up Gain. В наших компрессорах никогда не используем. Мы только громкость снижаем. Что касается микширования. Никаких Make-Up Gain. Все наши звуки на нуле децибелов или ниже. То есть мы начинаем с пиковым значением 0 децибел. Уровень громкости соответствует уровню телевидения в США. То есть если вы смотрите телек в США, если канал, какой-то телеканал, если фильм включаете, потом вы переключаете на World of Tanks, громкость менять не надо. Будет тот же уровень громкости. То есть мы играем по правилам, так сказать. Если вы смотрите, допустим, вот Ярость, фильм про танки, и вы переключаетесь потом на танки, на наши, то вам не нужно ничего с громкостью делать. Все так же. Все отдельные активы нормализованы на пиковом значении в 0 децибел. Вся игра смикширована на уровне ВО. Это мы установили 7 или 8 лет уже назад. Мы решили, что VoiceOver должен быть на уровне, на уровне соответствующим телевидению. И от него уже плясать, уже вокруг него все выстраивать. Если все сделать правильно, то там децибел 18 где-то. Еще остается много-много запаса прочности на взрывы, на всякие такие громкие события. И последнее. Центральный канал. Мы его используем осторожно, только для танков, только для орудий, чтобы нам не загружать звуковые перепонки, барабанные перепонки игроков всякими посторонними звуками. Только основные. Потому что они как бы звезды нашего шоу. Если бы не было танков и орудий, то ничего бы у нас не было. Теперь покажу вам пример видео геймплейный. Там будут все звуки, которые я вам раньше показывал. И некоторые тоже Dynamic Range Processing, DRP. Как это все происходит, как происходит процессинг динамического диапазона. Послушайте, как смикшировано, когда орудие стреляет, и когда голос включается, как все остальное немножко приглушается. Все очень четко слышно, и все динамически меняется. Давайте сейчас я найду. Где тут это у меня? Ой. Ну, видео что-то у меня не получается никак. Не выковыривается из презентации. Ну что, видео не получается? Очень грустно. Ну, тогда только звук. Не выковыривается из презентации. Вот. Ну ичанки. Удачься. 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 вот так ну в общем то и все ссори что не получилось видео на будущее какие у нас планы последние сейчас очень быстренько пройдемся будем больше работать с такими с креативными звуками не с реалистичными звуками сами будем их создавать динамический слой добавим еще один слой динамический будем работать с пресетами динамического диапазона на пк это уже есть теперь у нас есть технология будем внедрять это и на консолях наша цель сделать танчики как танчики только еще более танчики чем танчики у нас такой очень сейчас сложилась здоровая конкуренция спортивная конкуренция с пока командой нам очень нравится с ними работать обмениваться идеями и это нам позволяет получить максимальный результат ну что теперь вопросы я с удовольствием отвечу на них давайте сначала поаплодируем ну что вопросы поднимайте пожалуйста руки да здрасте микшинг в системах окружающего звука как часто вы низкий канал низкочастотный канал используете очень хороший вопрос я очень использую целенаправленно стратегически некоторые звуки движка мотора танка они через сабвуфер могут проходить и вот мы это используем еще для орудий и для взрывов больше не для чего все окружающие звуки они они нет туда не проходят у нас есть то есть когда там определенный хит проходит значит танк в танк попали тогда тогда все нормально но если вы слишком часто будете использовать низкие то просто весь микшинг разрушится он будет нечетким а нам нужно чтобы 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 звук был чистый это люди когда только начинают микшировать они все занижают все все низкие и все начинает бумкать ну не надо так делать если у вас большая домашняя система если там у вас 12 допустим 20000 ватт все вместе которые там сердце вас останавливает вот в таком случае вам нужно только на бас-гитару не задавать потому что не надо и гитару и вокал туда это будет просто из усилка звук высасывать вернее мощность и никакого толку не будет басы нужно использовать для чего-то такого очень очень большого очень важного но используйте их с умом вот мой вам совет очень хороший ответ спасибо еще вопросы окей спасибо спасибо ребята всем привет и пока у нас будет мини-мини-мини перерыв 5 минут если кому нужно подзаправиться кофе потом возвращайтесь на на последнюю сегодня презентацию